Привет-привет! С вами Анатолий Барыгопичами-домоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня пойдет речь о котлах. О котлах производства компании Везувий. Сегодня у нас на расстреле верховный инженер компании Везувий. Зовут его Антон. Всем привет! И он ответственен за всю вот эту вот линейку котлов. Давай начнем с самого основного, что людей беспокоит. Кто делает эти котлы? Какое у тебя образование? Высшее образование. По специальности я оружейник. А каким образом котлы начал делать? Ну, скажем так, было задание спроектировать котлы. Ну, пришел работать на компанию Везувий. Было задание наладить линейку котлов. Ну и... Давно работаешь? Именно в компании Везувий. С 18-го года. Так. У тебя какой-то отдел целый инженерный или ты один вообще за все? Нет, я с котлами занимался один. Ну как, проектировал я их один, а запускали мы их уже целой командой. Это сварщики, шлифовщики, гибщики, плюс руководительский весь состав, который также участвовал в корректировке конструкции котлов, потому что изначально конструкция была более сложная. Не так, как сейчас. Конструкция менялась со временем в сторону упрощения. Из-за чего так мы думали не про себя, чтобы нам их было проще варить. Мы думали о клиентах наших, потому что в большинстве своем конструкции котлов они очень такие мудреные. И при некоторых даже стандартных поломках уже на постгарантийной эксплуатации люди просто эти доработки не могли сами сделать, не могли все это исправить самостоятельно. А наша конструкция очень простая, так что если где-то что-то, то сварщик может практически во все места спокойно подлезть, подварить. И котел еще много лет будет радовать человека, который его приобретет. Это котлы для какого топлива? Для разного четыре или у каждого свое топливо какое-то должно быть? Ну, конкретно вот эта линейка котлов, она работает и на дровах, и на угле, и сюда также можно подключить электротен. Какой гарантийный срок у них? Гарантия 3 года. И вот этот вот котел, он еще работает на газу, то есть сюда еще можно установить газовую горелку. Тут у него более возможности расширены, это наша самая первая линейка. Есть понятие гарантийный срок эксплуатации, когда идет замена, случись что и есть. Ориентировочный срок эксплуатации при ненарушении правил, которые описаны в гарантийном талоне. Какое он? Ориентировочно сколько эти котлы проработают? Точно, если соблюдать все требования, которые прописаны в паспорте, и не эксплуатировать котел на износы по полной, то есть не менее 15 лет котел прослужит. Какая марка стали? Из чего делаете внутри? Ну, скажем так, конкретную марку стали я назвать не могу, потому что это коммерческая тайна. Объясню почему. Потому что у нас на испытаниях, изначально, когда мы все это дело только настраивали, налаживали, отрабатывали, у нас было несколько вариантов марок, определенных марок стали, из которых варят котлы. Мы варили котлы из всех марок и остановились конкретно вот на этой марке. И скажу лишь то, что от всех остальных она отличается более высокими коэффициентами по надежности. Как раз, ну, собственно, в зависимости от тех условий эксплуатации, это самая оптимальная марка стали. Давай я назову марку стали. Если я не попаду, скажи, что я не попал. Или попал, окей? Давай. Давай. Это, надеюсь, не СТ-3? Нет, это не стали. Ну, все, отлично. Ну, главное, мне было вот это услышать. Следующий момент. Какая толщина стенок? Толщина стенок 3 мм. Трешка. Они все одинаковое давление могут держать? Или у них разное давление внутри? Все вот эти вот котлы рассчитаны под рабочее давление, это максимально возможное давление, это 3 атмосферы. Но скажу, что испытываются эти котлы гораздо большего давления. Ну, собственно, как положено, дается нагрузка сверх максимально, чтобы испытать котел. Перед тем, как котел попадает в магазин, проходит ли он там, не знаю, продувку, опрессовку? 100 процентов, правда. Даже 200 процентов. Объясню почему. У нас котлы проходят две стадии опрессовки. Сначала, когда сваривается вся конструкция без передней стенки, у нас в передней стенке котлов воды нет. И эта стенка представляется уже потом, в готовой конструкции. Соответственно, пока еще нет стенки, котел отправляется на опрессовку. Он опрессовывается, если есть какие-то дефекты, все это дело быстренько устраняется. Без стенки почему? Потому что без стенки подлезть вовнутрь конструкции гораздо проще сварщику. И уже затем, когда приваривается передняя стенка, и если есть вот эта вот часть тыльная, дымоходная, она также приваривается непосредственно уже к корпусу. Здесь она отсутствует, это более дешевая линейка, а здесь она есть. То есть, когда прокладываются вот эти швы, все проваривается, опрессовывается повторно. И уже дальше смотрится, есть ли нет дефекта именно вот на этой стадии сварки и на передней стенке. То есть, двойная опрессовка. Ну, ребят, вы сами видите по выбросу гильз, то, что делали реально оружейники. То есть, выбрасываются. Или это не для гильз? Для чего вот эти вот штуки? Может, я ошибаюсь? Это называется прочесной лючок. То есть, когда здесь стоит дымоход, человек спустя какое-то время эксплуатации приобретет себе металлический ёрш, почистит трубы. И часть этой сажи либо выкинет в дымоход, либо она просто останется внутри маленькой щёточкой. Туда можно подлезть и вычистить. О, как! Я такую систему не видел вообще, как бы вот по котлам. То есть, я сначала подумал, что это вот реально экстрактор гильз. Думаю, ни хрена себе. Тут он и... Ну, тут, конечно, не знаю, какие патроны нужны, чтобы такие гильзы выскакивали. Ну, да ладно. А что вот это вот за блямбочки, пимпочки? Это система безопасности или шпильки? Что это такое? Это, да, это систему безопасности. Все котлы рассчитаны таким образом, чтобы их не раздувало. При подаче давления, соответственно, внутри стоит конструкция, которая придает котлу жесткость. А это, так называемый, точечный метод проварки. То есть, там внутри установлена жесткая планка, которая приварена к внутренней части котла, потом одета наружная часть, и они между собой соединены к такими точечными приварками. Расскажи, пожалуйста, ну, просто на словах, почему котла 4, чем один от другого отличаются, в принципе? Ну, самое простое, они отличаются своей мощностью. Вот это, например, самый менее мощный котел из линейки котлов с чугунными дверками. Мощность котла составляет 10 кВт. Так. Это котлы серии Эльбрус. У него две двери, загрузочные и поддувочные. Сразу спрошу, почему чугун? Чугун, потому что это надежно, это красиво, потому что можно придать, в принципе, любую форму чугунную, которая позволяет заводу-изготовителю выполнить. Соответственно, мы решили разместить здесь такие красивые дверки с огоньками. Ну, внутри это металл. И вот у более бюджетного варианта тоже металл. У более бюджетного варианта, да, дверь стальная. Так. Что у нас цифры показывают? Это комнатная температура. Делает ЮМАС. Понятно. На данный момент это комнатная температура, так как теплоносители внутри нет. И, то есть, вот этот чем отличается от других? Этот котел самый мощный у всех здесь присутствующих. Это котел линейки Олимп мощностью 30 кВт. Можно также обратить внимание, что установлены три двери. Эта дверь загрузочная, эта дверь шуровочная, эта дверь прочесная. То есть, здесь располагается взводник. Поговорите, посмотрите, что здесь. Есть ли тут штампы какие-нибудь, отметки вот такая. О, здесь есть гарантия. Это гарантия, колонна, это. Ну, вот все, проверили. Привет, УТК, посту номер один сварочной бригаде Калинушкина. И опрессовщик Фолеев. О, красавчики. Молодцы. Давайте посмотрим топку, что внутри топки. Я здесь вижу, как на печах простых, хороших, дожигателя, который идет вон. Да, по тыльной стенке действительно расположен дожигатель, потому что, когда, например, на колосниках располагается большое количество дров, чтобы подача воздуха не прекращалась, дожигатель снизу через вот эти вот отверстия подкидывает воздух вверх и тем самым дожигает уже вторичный газ. Я смотрю на топку, она очень большая. Ну, я думаю, то, что размеры вы указали в паспорте, а паспорт на сайте. Сайт приотточен снизу. Она просто очень большая топка, обслуживаемая. Колосники, если вдруг прогорают, это стандартные колосники, то есть на рынке можно купить на ближайшем. Избираются и устанавливаются. Но тут все на первый взгляд очень просто. То есть вот эта рубашка, правильно? Да, там внутри располагается рубашка. То есть вода везде. Она здесь, здесь, она внизу, она вверху, кроме передней стенки. А передняя стенка, вот этот вот кожух, там минвата, правильно? Все правильно, да. Это для безопасности, чтобы никто не обжохся. И остается понять, что в этой коробочке, наверное, там самое сложное. Ну, начнем с того, что это зуботбойник. Так. Если бы его не было, то тепло выходило бы напрямую в дымаху. А так, как установлен зуботбойник, все это дело внутри завьюживается, ударяется об зуботбойник, отправляется вниз, дожигается еще раз. И данная конструкция максимально экологична еще, к тому же. Это как-то? Ну, то есть, все продукты горения, они сгорают внутри котла по максимуму. И в атмосферу уже не выкидываются. То есть, если нет черного дыма, то все выгорает внутри. Судя по всему, обслуживание его вообще элементарно. То есть, просто пробило сережкой. Да, со временем, в зависимости от типа топлива, не у всех же у нас в стране есть возможность топить хорошими, например, дубовыми или березовыми дровами. Кто-то жьет более такие смоляные породы дерева, как ель, к примеру. Все это дело будет внутри закоксовываться. И чтобы избавиться от кокса, достаточно просто приобрести металлический еж. Или сделать его самому. Ну, или сделать самому. В комплекте вот идет лопата и кочережка. Да. А давай посмотрим вот этот. Он точно такой же, по идее, должен быть, только поменьше? По конструкции, да, точно такой же. То есть, здесь мы видим тот же зуботбойник. Да. Рубашки тот же. Та же подача вторичного воздуха. Только здесь две двери вместо трех. И колосников поменьше. Ну, колосников поменьше. Это из-за того, что котел такой. Слушай, это совершенно простые котлы и в обслуживании, и вообще по всему. То есть, это не пиролизные котлы. Просто обычные, нормальные, хорошо сваренные котлы. Да, если по максимуму вовнутрь посмотреть, то доступ есть абсолютно ко всем местам, вот про что я в начале ролика говорил. То есть, если там, например, человек будет использовать там переборщицу углем и где-то, хотя мы по максимуму пытаемся избавиться от таких случаев. Если где-то что-то у человека случится, или котел, к примеру, разморозится, образуется трещина, если будет залит не антифриз и вода, то человек сможет подлезть и все это дело проварить. Простота конструкции. Это был самый главный критерий. Прекрасно. То есть, дачная тема, дачная. А чем отличается вот этот котел от всех остальных? Я вижу, у него есть варочная панель. Это, да, здесь варочная панель. Это, скажем так, старший брат вот этого котла. Это тоже котел из линейки Эльбруса. Это котел, который называется Эльбрус 18П. 18, это значит 18 килограмм, а значит с плитом. Слушай, я знаю то, что плита отжирает мощности у котла. Там 2 киловатта, по-моему, теряется на то, что тут не утеплено, а наоборот, жар выходит. Это так или в раке? На самом деле 2 киловатта котел не потеряет. За счет этой варочной плиты действительно теплоотдача будет больше вверх. Но тем самым будет еще и прогреваться таком-то, в котором этот котел расположен. А у вас вверху тоже здесь утеплитель лежит? Везде утеплитель. А здесь его нету сверху? Здесь его просто нет, здесь конструкция котла выполнена таким образом. Аккуратнее не обожгись. Мы можем все это дело рассмотреть. Воу! Здесь плита чугунная с уплотнителем, а вот сам материал теплоизоляционный. А я его знаю, это базальт обычный, без присадок всяких. Все просто, все работает. Все просто, да. Вода здесь располагается вокруг рамки. А скажи, пожалуйста, не дымит ли он из-за того, что есть варочная поверхность? Нет. Никто не эксплуатирует котлы, к примеру, с открытой варочной поверхностью. А еще, а вот это что такие, прям матерые швы такие? Это швы, потому что здесь такая конструкция, которая по максимуму усилена. Именно вот в стыках, скажем так, двух пластин, которые обеспечивают герметичность водяной рубашки. То есть тут все усилено. А ты всех сварщиков знаешь? Всех. А какие у них разряды? Самые высокие. И у нас к работам допускаются только аттестованные сварщики, которые, скажем так, знают толк в своей работе и ценят то, что они делают. А у вас там курс повышения квалификации? Есть мастер-наставник? Мастер-наставник есть, конечно. К примеру, к нам приходят любые там другие сварщики, ребята. Но когда они приходят, выясняется в некоторых случаях, что герметичные конструкции они не варили. И тогда к этому человеку приставляется уже прожженный опытом сварщик, который ему все объяснит, все покажет, все расскажет. Давай ему привет хоть передадим. Парень красавчик или дедушка такой, как я с бородой сединкой? Нет, у сварщиков у наших нет порог. Это нарушение техники безопасности. Ладно, все равно привет тебе. Мне нравится швы, толстые, красивые. Посмотрим, чем эконом вариант отличается. Но это точно эконом, потому что дверцы не чугунные, цвет уже не темно-синий, а графитовый. Как этот называется котел? Этот котел просто называется... Котел. Котел отопительный. Это отопительный котел на 20 кВт. Здесь две двери загрузочные и для выноса. Два дожигателя, ребята! Вот это вот, хоть и бюджетно, но зато умощнено. Да, здесь установлены два дожигателя, потому что в отличие от конструкции предыдущих котлов, здесь одна труба, здесь дымоход уменьшен. И для того, чтобы котел не задохнулся во время работы, было принято решение установить второй дожигатель. То есть дешевле поставить две трубы дожигателя, чем делать вот эту вот коробку с большим количеством труб, правильно? Да, конечно, ведь швов-то сварных меньше получается. А на какие-то характеристики это как-то влияет? Это повлияло на мощность. Оставим ее. Это повлияло на мощность. То есть за основу была взята конструкция котла Эльдрос-18, а из-за того, что был уменьшен диаметр дымохода и добавлен второй дожигатель, мощность этого котла увеличилась на 2 кВт. То есть если этот 18, то это 20 кВт. Давай посмотрим на органы управления, то есть на бока. Они у всех, наверное, более или менее одинаковы, да? Ну, практически, за исключением вот этого котла. То есть если мы рассмотрим нашу классическую схему, здесь имеются патрубки подачи, обратки и патрубок для установки тяго-регулятора. И такая схема, она зеркальна. Что с одной, что с другой стороны, это делает котел универсальным при установке в любое помещение. То есть то, что не нужно, заглушается заглушкой? Да, у нас с завода уже идут заглушки. То есть вот одна сторона уже по максимуму заглушена. Так, и все котлы, даже самые дешевые, регулируются цепочкой. Да, конечно. Тяго-регулятор у нас можно поставить на все котлы. Ну, и теперь, ребята, наверное, самое важное, это, ну, это для тех, кто не самый богатый, это дымоход. Диаметр дымохода. Бывает так, что дымоход дороже самого котла. Чем больше диаметр, тем котел стоит больших денег. Здесь у тебя какой диаметр? 120-й? Здесь 120-й диаметр, да. Так, здесь, походу, 150-й. Здесь тоже 150-й. А на последнем котле бюджетной версии там дымоход 115-й установлен. Ну, вот с точки зрения экономии, вот этот котел прямо очень экономный, чрезвычайно. И этот экономный, чрезвычайно. А это стандартно по деньгам, если брать дымоход. Кстати, какие дымоходы рекомендуешь? Конечно, в компании Мизуи. Ай, ну это я, конечно, спросил. Я там надеялся, скажешь, попознав совершенство, там, тролливали, естественно, надо брать дымоходы. Дымоходы, так, мне вроде денег никто не переводил, ладно, поэтому я промолчу. Еще хотел добавить, извини, перебью, еще хотел добавить то, что ни одна конструкция котла не запускается в серию без испытания. То есть, все котлы были испытаны с теми дымоходами, которые мы сейчас видим на стенах. Проверена тяга, проверена мощность, проверена работоспособность. А что вот это за пипки, заземление, что ли? Это, да, заземление для того, чтобы установить, так как я сказал, что с обеих сторон схема зеркальная, соответственно, если где-то будет установлена, например, там подача, там обратка, то один патрубок будет свободен. Заглушка выкрутится, сюда можно будет установить тэн электрический для поддержания капула. А вот это что? Это патрубок слива. Ага. Слива воды из системы. Ага. Так. Ого. Однако. Вот ведь. Ну что, ребята, у меня больше вопросов не имеется. Я могу сделать следующий вывод, что это простые в обслуживании котлы для дачника. То есть, можешь, конечно, поставить и в дом постоянного проживания, но мне так кажется, основная целевая аудитория, это именно дачники, которые экономят деньги. Мне нравится. Я не могу сказать, что я большой спец в котлах. Я вот решил взять интервью, поспрашивать всякие вопросы. Кстати, еще один момент. А какая длительность горения у них? Ну, понятно, чем больше, тем дольше, но все же на одной закладке не самых качественных дров, допустим. На одной закладке не самых качественных дров, длительность горения в среднем будет не меньше 6-8 часов. У всех? При должной эксплуатации, при правильной установке дымохода у всех. А если там брикеты сушены, хорошо? Если брикеты сушены, очень хорошо, длительность, соответственно, возрастет. Ну, до 10 часов дойдет? Я думаю, да. Ну, коварный человек. На слове не поймаешь. Что бы еще тебя спросить такого? Ну, давай спрошу прямо вообще такое. Как долго по времени производятся эти котлы? Вот сейчас 2021 год. Срок их выпуска. Можешь сказать, там, этот год, этот 10. Смотрите отзывы, читайте YouTube. Скажем так, помню, что линейку Олимп мы запустили в 2018 году. Это был где-то сентябрь 2018 года, да. Линейка Эльбрус стартовала чуть позже. Это уже, соответственно, была весна 2019 года. Также у нас есть котлы промышленные. Здесь он, к сожалению, не представлен. Слава богу. Так, а то в ролик затянулся. Вот. Ну, а вот этот вот котел, он относительно свежий. Год назад он был запущен. Экономичный котел. Дешевая линейка, да, была год назад запущена. Ну, я думаю, я выспросил практически все. Ну, осталось сказать тебе спасибо, что несешь людям тепло в дом. Ну, а вам, ребята, что, ставьте лайса, подписывайтесь. У тебя есть аккаунт в YouTube? А в YouTube нет. А это он специально. И он очень коварный человек, у него по глазам видно. Специально, чтобы не отвечать на ваши коварные вопросы, у него нет аккаунта в YouTube. Вот. Но это все равно, я думаю, стоит вашего лайка. Ну, и пишите комментарии. Особо у кого стоят эти котлы, что как, что прет, сколько жрет. На этом ролик окончен. Спасибо, что посмотрели. Респекту вам и почеты тепла в дом. Ссылки, где купить, что взять, внизу, под видео, в описании.